В рамках большого форума Брест приехали посмотреть не только представители бизнес-сообщества. Зазвучала по-новому тема культуры и образования. Эти два вектора стали центральными темами встречи председателя горосполкома Александра Рогачука с делегатами из российского Ижевска и Финляндии. Посещая город над Бугом, знакомясь с его богатой исторической памятью, возникла идея – направить для участия в крупномасштабных мероприятиях двух стран – российских и белорусских школьников – брещан в патриотический лагерь Бородино, а ребятам из Ижевска дать шанс заступить на вахту памяти у вечного огня Брестской крепости. Для нас это будет совершенно такая мотивация для ребят, такая огромная сильная мотивация, потому что мы у себя объявим конкурс среди образовательных учреждений, мы выберем лучших из лучших и дадим им возможность быть в этом святом месте и в качестве караула на посту номер один стоять. Это будет, мне кажется, интереснейшая история и незабываемая для ребят. Да, российские участники форума серьезно осведомлены о той образовательной деятельности, которая ведется в городе над Бугом. Опыт брестских коллег их заинтересовал, а потому делегации педагогов уже планируют свою поездку в Брест. Контакты налажены, теперь нам нужно перейти, наверное, на новый этап сотрудничества, на уровень сотрудничества детей, учащихся, педагогов именно в системе образования. Мы к этому будем стремиться, и первые подходы в этом направлении, наверное, будут в июне текущего года. Сегодня тема образования звучит как никогда серьезно и остро. Именно в школе ребенок получает достаточно большой багаж знаний и жизненного опыта, а потому от качества подготовки педагогов, их владения различными методиками обучения и той среды, в которой растет малыш, зависит, каким будет его взрослый путь. Система обучения в Финляндии давно интересует европейцев, как методологическая база. Возможности ее изучения и применения также были обсуждены в рамках встречи. Первый шаг к участию. Интересный город. Мы будем еще видеть Брестский крест. Мы видели город. Первый раз. Очень интересно. Содержательный диалог завершился церемонией передачи сувениров и обсуждением дальнейшего формата развития предложенных проектов. Субтитры создавал DimaTorzok